Меня зовут Ольга, я преподаватель географии и истории. Вообще, по жизни я консерватор, меня даже друзья называли законсервированным консерватором. Мне трудно переходить на что-то новое, с чего-то начинать. Это доставляет мне психологический, эмоциональный дискомфорт. И то, что техника в руках дикаря, что кусок металлолома, это вот прям про меня, потому что всё, что связано с компьютером, с какими-то слайдами, с программами, с этим всем я столкнулась, можно сказать, что только во время пандемии, когда всех закрыли дома, сказали, вот, онлайн-ресурсы, вперёд. начались... для меня это был просто огромный стресс. Начался мой кошмар наяву, как я тогда думала. Для меня это было именно так. И я тогда поняла, что... мне казалось, что я тогда поняла, что это не для меня всё. Вот это онлайн, это не для меня. Я человек, как это сказать, старой закалки. Я не люблю ничего нового. Тем более, что на платформу выходить у нас не получалось с моими коллегами. Она постоянно сбоила, постоянно отключалась, постоянно отключали электричество, постоянно отключали интернет. И из-за этого у нас получалась в основном эта работа по WhatsApp. Видеозвонки, снимали видео, отправляли свои уроки ученикам. Опрос именно по видеосвязи был, по WhatsApp. Это всё было очень примитивно, как я сейчас понимаю. То, что устала работать две смены, хотя коллеги мне очень нравятся, и детей я очень люблю. Мне доставляют удовольствия заниматься тем предметом, которым я занимаюсь. И обширный опыт есть в подготовке к ОГЭ успешной. Но во всём этом я очень закомплексованная, и человек, и сомневающийся в своих силах, постоянно сомневающийся человек в своих силах. По настоянию своей сестры я выставила объявление на Авито о репетиторстве, но за год ни одного обращения не было. Даже просто не обратились спросить там, не знаю, цену или условия какие-то, вообще ничего. То есть за год вообще? Вообще ни одного обращения не было. Это как-то у меня, думаю, ну может, не моё это репетиторство. Для меня проблематичный был шаг сделать, первый шаг, как дало консерватизм, записаться на этот курс. Можно и сказать, что меня заставила сестра записаться на этот курс. Вот я нашла в Инстаграме Екатерина Холодова, точно тебе надо. Я говорю, ну, не знаю, насколько мне надо. А я уже оплатила. Всё. Нет вариантов. Вот я начала учиться, да. Пока с техникой я пока только на «вы», но я думаю, что со временем мы к более близкому общению перейдём на «ты» с техникой. Пока для того, чтобы даже снять этот видеоурок, мне пришлось свои записи открывать, ещё раз пересматривать ваши видеоуроки, всё это заново смотреть. И раз в восемь мы точно снимали этот видеоурок. Наконец-таки сняли. Но у меня была и техническая заминка. У меня до сих пор там на компьютере звук не очень прерывающийся. Поэтому я с телефона сейчас. Ну, я стала с психологом прорабатывать свои сомнения и страхи. Мне очень понравилась встреча с психологом. Я поняла, что я находилась на какой-то стадии выгорания. Выгорание даже не просто подошла к выгоранию, а именно находилась уже в таком стрессовом состоянии. Я стала работать с психологом, прорабатывать свои сомнения и страхи. буквально прошло 10 минут после выполнения домашнего задания нового объявления на Авито. Ровно через 10 минут первое обращение было. мы пообщались с мамой ученика. Ещё в течение недели мы с ней переписывались. Она уточняла какие-то моменты. но потом всё затихло, и я несколько раз ещё писала ей, но как бы ничего не случилось пока занятий. Ещё два обращения было с выполнением домашних заданий, и предлагалось выполнить за ученика решить олимпиаду по географии. Решить олимпиаду я отказалась сама. Выполнение домашнего задания им ближе было оффлайн, но они далеко живут. А вы приглашали на диагностику? На диагностику приглашала. Онлайн они не захотели. Оффлайн им ехать где-то 2,5 часа до меня ехать, впрочем, как и мне до них. А вы объявление настроили не в Москве? Нет, пока нет. Очень рекомендую изменить геолокацию, сделать, точнее, второе объявление, где будет на Москву. Я уверена, тогда будет и откликов побольше, и вы обязательно найдёте себе ученика. Единственное, что у меня появился вопрос. Вот все у нас диагностические уроки мы всё-таки проходили. А вот если урок освоения новых знаний, это просто видеоурок или же какие-то можно приспособления тоже использовать какие-то? Конечно же, когда у нас любой урок, мы используем приложение, чтобы это было как можно интересней. И вот что я ещё хотела сказать. Диагностика, коллеги, нам нужна для того, чтобы мы продали свой абонемент, для того, чтобы мы продали свои услуги. У вас нет цели на диагностике научить чему-то ребёнка. Она должна быть продающая. Вы должны завлечь на диагностике ребёнка, чтобы он сказал, «Вау, мама, я хочу заниматься с ней, потому что она там весёлая, у неё на уроках мы играем, при этом пишем, всё делаем». Вот цель диагностики. А уже сами уроки, конечно, они включают в себя и теорию, и показ просто какой-то информации, объяснение. Поэтому когда мы добавляем какие-то игры и приложения, это всегда интереснее, согласитесь. Поэтому, Ольга, не останавливайтесь. Я знаю, с какими усилиями всё было, где было нелегко, где-то наоборот, очень быстро. Но вы всё преодолели, всё получилось. И я надеюсь, что дальше только лучше. Я тоже на это надеюсь. Спасибо. Пожалуйста.